Всем тихой ночи! Все, кто интересуется фондом SCP, знают, что изначально всё это появилось на анонимной борде 4chan в разделе X. Сообщения на подобных сайтах появляются, существуют несколько дней и затем пропадают где-то в интернет-небытие. Однако есть немало ресурсов, которые занимаются сохранением и архивированием всего, что происходит в обиталищах анонимных пользователей. И как оказалось, в одном из них сохранились посты и сообщения того самого раздела X тех самых лет, когда только появилась сама идея тайного фонда аномалии содержащего. Итак, все знают, что для SCP всё началось с того, что в один прекрасный день в разделе X 4chan появился тот самый пост про SCP-173, а вскоре после него появился другой объект — SCP-121. Это, кстати, совсем не тот объект, который сейчас можно увидеть на сайте SCP. Тогда это была странная жидкость, которая при приёме с определёнными препаратами даёт человеку возможность видеть будущее. Она была обнаружена фондом в Ираке, в храме редкой гностической религии. Когда объекта стало уже два, кто-то заметил, что фонду SCP нужно создать отдельный сайт для того, чтобы записывать туда информацию об объектах, а также постараться не превращаться в очередных хранителей. Что же это за хранители, в которых фонду не следует превращаться? Дело в том, что за полгода до появления первого текста по SCP, ещё в январе 2007 года, появился рассказ о хранителях. Суть их в том, что существует несколько сотен объектов, которые, будучи собранными вместе, приведут к концу света. Эти объекты не просто так где-то лежат, их содержат некие хранители, которые заботятся о том, чтобы эти предметы навсегда были скрыты от глаз людей. У них есть противники, они зовутся искателями. Искатели – это люди, желающие заполучить редкие магические предметы хранителей, потому как большинство из этих вещей даёт владельцу огромные силы. Кто-то из искателей хочет приобрести сверхспособности, кто-то ищет просветление, а кто-то просто стремится заработать денег, продавая диковинные вещи. В общем, такие своего рода сталкеры. Как некая затравка звучит в целом неплохо. Есть аномальные предметы, многообразие которых ничем не ограничено. Есть и постоянный конфликт хранителей и искателей. И, конечно, текстов на эту тему было написано довольно много. Но по какой же причине такими же популярными, как SCP, хранители не стали? Возможно, дело в том, что у хранителей не было жёсткой рейтинговой системы. И даже несмотря на то, что в этой серии было несколько интересных историй, большая часть из них была не слишком хороша. Такое мнение я встречал чаще всего. Может, ещё всё развалилось потому, что хранители пытались выстроить одну общую историю про борьбу хранителей и искателей за мистические артефакты. Что довольно сложно, когда авторов, работающих над одной общей историей, много. Так что идея фонда SCP о том, что канонов нет и каждый автор может строить свой собственный мир, возможно, и помогла избежать проблем, которые похоронили хранителей. Но так или иначе, в далёком 2007 году, когда фонд и хранители существовали одновременно, оказалось, что SCP всё-таки лучше. И сейчас, в 2021 году, SCP — это огромная мультивселенная, существенно влияющая на культуру как таковую, а сайт хранителей на сегодня отключён. И открыть его можно только через сервисы типа Wayback Machine. В этом видео мы заглянем на этот умерший сайт и попробуем понять, чем же всё-таки были эти хранители. И, возможно, даже нам удастся узнать, почему же им не удалось стать таким же культурным феноменом, как SCP. Изначально существовало 2538 объектов, из которых 2000 по неизвестной причине прекратили своё существование, а оставшиеся 538 представляют собой своего рода пазл, собрав который можно получить буквально апокалипсис. Первый кусочек пазла можно забрать, если подойти на стойку регистрации любой психбольницы и спросить там хранителя конца. Если сотрудник заведения отреагирует строго определённым образом, а именно его лицо скривится в гримасе ужаса, значит, вы пришли в правильное место. Работник заведения проводит вас в самое тёмное мрачное подземелье, какое только можно представить, и оставит там в одиночестве. В этом месте слышно лишь какое-то бормотание на неизвестном науке языке. Слова невозможно разобрать, но это и не нужно, ведь весь их смысл в том, что они заключают в себе невыразимый ужас. В случае, если бормотание прекратится, необходимо прокричать фразу «Я просто шёл мимо и захотел поговорить», ну или похожую по смыслу. Если ответом будет тишина, нужно бежать не оглядываясь, так далеко, насколько это возможно, не останавливаясь и не отдыхая, только так есть шанс спастись. Если бормотание после успокаивающей фразы продолжится, это значит, что теперь можно подойти к человеку, от которого оно исходит. Человек этот может внятно ответить только на один вопрос, что будет, если собрать их все. И ответ этот настолько ужасен, что большинство сходит с ума, узнав его. Также у этого человека есть в руках предмет, который нельзя разглядывать, потому что если начать это делать, владелец предмета придёт в ярость и практически неотвратимо убьёт своего гостя. Чем-то отдалённо напоминает SCP-096 скромника на самом деле. Так или иначе, получить или даже просто описать первый объект не представляется возможным, потому что большинство из тех, кто смог его рассмотреть, не выжил. А те, кто нашёл способ получить свой экземпляр этой вещи, теперь обладают немыслимыми силами. Но по какой-то причине и они не хотят говорить, что представляет собой объект номер один. Но хранитель конца не самый опасный из хранителей. Например, если прийти в обычный госпиталь и спросить хранителя любви, то никто не знает, что будет в случае, если вы наткнётесь на правильный госпиталь. Однако вы узнаете, что пришли в нужное место, потому что вокруг этого госпиталя ходят люди, больше похожие на живых мертвецов. На первый взгляд, они выглядят как классические зомби. Но если попытаться пообщаться с ними, станет ясно, что они глубоко погружены в свои страдания и отчаяния. Они непрерывно испытывают всю палитру негативных чувств и потому теряют человеческий облик. Никто из тех, кто искал хранителя любви, так и не вышел из этого состояния и не смог рассказать, что же такое он из себя представляет и что находится в месте, где он живёт. Но место это определённо ужасно. Известно лишь, что он хранит объект номер 490. Некоторые тексты составлены от лица самих хранителей. Например, хранитель теней. Говорит, что если в четверг прийти в любой городской парк и спросить у прохожего, где находится хранитель теней, сразу повалит снег. От снегопада необходимо спрятаться, потому что снежинки станут настолько холодны, что всего несколько таких, попавших на кожу, гарантированно приведут к обморожению. После странных осадков искатели окажутся в неприятной ситуации, ведь теперь в парке останется только он и неназванные монстры, жаждущие разорвать его на куски. От них надо бежать. И если путник окажется достаточно быстро, ему повезёт. Во время бегства он наткнётся на небольшой дом, в дверь которого надо аккуратно постучать. Если искатель будет удачлив, и дверь откроется, он увидит, что посреди дома стоит нематериальный источник света, который нужно суметь погасить, а затем спуститься в подвал дома. Там нужно сразиться с монстрами теней, обязательно с закрытыми глазами. Призом будет чёрный кристалл, который также именуется объектом номер 173. Чёрный кристалл даёт способность видеть в полной темноте, а также защищает от монстров тени. В целом всегда соблюдается один и тот же шаблон. Нужно прийти в определённое место, например, для поиска 376-го объекта в горы на юго-западе США, и спросить тому определённого человека-охранителя. Вот как в случае с 377-мым объектом нужно заговорить с посетителем ресторана, после чего искатели переносят в какое-то странное место, как в случае с 378-м объектом в пустыню. А дальше начинаются различные испытания. В некоторых случаях нужно решить загадку, в каких-то убежать от монстра. Иногда с монстром можно сразиться, и тот, кто проходит всё это, награждается очередным объектом, который даёт искателю новые сверхчеловеческие способности. А того, кто испытания провалит, ждёт крайне незавидная судьба. Если вдуматься, это тот же самый шаблон, по которому писались древние мифы, в которых герой отправлялся в магическую страну за каким-то предметом. Добыча объектов – дело трудное и опасное, но находя каждый следующий объект, искатель становится всё сильнее. Опытные искатели обладают огромными, сверхъестественными возможностями, о которых обычные люди могут только мечтать. Впрочем, зависть обычных людей к искателям – это ещё одна опасность для них, ведь ограбить человека, владеющего артефактами, куда проще, чем пытаться заполучить их самому. Нередко искатели грабят и друг друга, потому чаще всего эти люди проходят свой путь в полном одиночестве. И путь каждого искателя сложен и долг, и каждый из этих смелых людей движется по своей уникальной дороге, увеличивая свою силу с каждым новым найденным артефактом. Вокруг самих искателей строится существенная часть контента сайта. Про некоторых из них есть рассказы, состоящие из множества глав. То есть хранители, в отличие от SCP, на самом деле больше о персонажах, чем об объектах. То, к чему приходит в результате каждый из искателей, также зависит от его личных амбиций, ведь мало суметь получить артефакты. Опытные искатели, обладающие большим количеством предметов, легко справляются даже с самыми сильными из хранителей, но нужно ещё суметь совладать с силами самих артефактов. И вот это уже могут считанные единицы. Большая часть хранителей становится легендарными злодеями, некоторые вообще монстрами. Один из таких известен как Полый Джек. Это существо, которое выглядит как человек, но под кожей у него лишь пустота, каким-то непостижимым образом имеющая форму человека. И хотя Джек хотя бы и похож на человека, некоторые из искателей превращаются во что-то такое, что и описать сложно. Те редкие люди, которые сбегают такой участи, приходят к тому, что в мире необходимо поддерживать баланс. Или, может, сами объекты не превращают монстров только таких людей, тех, кто стремится к балансу. Ведь кто знает, что будет, если излишне жадный искатель пожелает собрать все предметы. Так или иначе, оставив после себя около 500 текстов объектов и около сотни историй про искателей, фандом хранителей практически прекратил своё существование, уступив место главного сборника интернет-страшилок фонду SCP. Примечательно, что на самом сайте SCP к хранителям сложилось какое-то презрительно-прохладное отношение. На форуме фонда идея о том, что можно было бы как-то соединить эти вселенные, не нашла поддержки. А кроссовер с хранителями в разделе с кроссоверами на сайте SCP написан в откровенно издевательском тоне. А как вы думаете, интересно ли идея хранителей или участь в забвении в интернете постигла её совершенно заслуженно и не стоит к ней возвращаться? Напишите своё мнение. Поглядим, кто что думает. Всем пока и до встречи в комментариях.